Всем привет дорогие друзья, с вами развлекательный канал SNG. Меня зовут Слудский Александр, приключения Алекса в мире Skyrim продолжаются. И предыдущая серия закончилась на том, что мы встали у черной книги и я сказал, что мы прочитаем ее в следующей серии. Следующая серия настала, ну что ж, Хермериус Мора, мы идем к тебе. Не в первый раз уже мы идем, не в первый раз к нему. Изучить тайное знание, скрытое в остром пире. Помните, да, эти волшебные шары, которые активируют нам дальнейшую дорогу. Надо быть аккуратным здесь. Главное быть здесь аккуратным. Блин, и красиво, и противно одновременно. Представляете, да? А я вроде попал. Попал как надо. Это что такое? Неважно. Так, мозг. Мозг, держи меня в порядке. Мозг, держись. Ну, по идее, сюда, да? Так, точно. Щупальцы эти жмякают там. А это что? Так, окей, ждем. Просто ждем. Эта штука ходит туда-сюда. Нам нужно будет успеть туда спрыгнуть. Тихо. Чтобы нащупальцы. Оп. Просто ждем. На самом деле, охренительно. Тихо. Есть контакты. Глава вторая. Что происходит? Что происходит? Что это за страницы летящие? Вихрем перед нами. Понятно. Так, ребята. Я же говорил, я с вами разберусь. Буркер, да? Встречали мы уже таких. Вы думаете, вы меня этим возьмете, да, искатели? Ох, как я вас разочарую. По-моему, все. Охренеть, у него. Золото. А тут ничего, я вижу слева. Штуку, которую можно активировать. А здесь глава первая. Нет. Обратно мы не пойдем. Блин, эти страницы. Ну, как же круто сделано все, а? Так, здесь я был прав. Двери открылись. Так я и думал. Ну, вот. Глава третья. Черт, это еще не все. Это еще не все. Это что? Что в коконе? Капец. Это типа кувшинов там или сундуков местных. Ладно. Что нам дальше приготовит Хермеус? Хермеус Мора, по-моему. Так его? Я буду очень аккуратным. Здравствуй. Ага, еще один. Мгновенно можно исцелять ману, но при этом, видите, мы наступаем к Слизь и теряем очки здоровья. Хорошо будем знать. Здесь мы искателей вроде как уничтожили. Там возвращение во вторую главу мне не нужно. Мне нужно идти дальше по страницам книги. Как бы это странно не звучало. Как бы это странно не звучало. На самый, на самый верх. Ты смотри. Я и говорю, и красиво, и отвратительно одновременно. Это сложно объяснить. Я думаю, вы меня все равно понимаете. Так, эта штука будет двигаться. Да, ой, дядьку нам нужно... ...быстренько так уничтожить. Залетаем. Открывается дверь. Самое интересное, что... ...как бы... ...можно было ехать дальше там, да, и перейти на другую сторону. Скатер, опять. Ну так вот, а я выбрал другой путь. Я пошел просто прямиком. Правильно ли я сделал? Ну если что, вернемся. Здравствуй. Луркер. Больно. Спать. Ай-яй-яй. Какой за странец опять появился тут, а? Да я всех тут порублю. Источник запаса сил. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Больно бьет. Где-то искатель. Вот он. Источник магии. Там еще вижу двух. Еще двух вижу. Искатель-претендент. А это еще что такое? Он типа посильнее? Или что? Глава четвертая. Пожалуй, поставим закладку здесь. И автосохранения не было, поэтому... Быстрое сохранение поможет нам. Спорченную книгу взял. Случайно. Так, по-моему, это финал. Тебе не хотелось связываться со мной, но вот ты здесь. Твои странствия в поисках просветления привели тебя в мое царство. И я знал, что так и будет. Чего ты от меня хочешь на сей раз? Итак, ты в моих владениях. Ты ищешь запретные знания, которые до сих пор получил всего один. Ты из драконорожденных, как и мира, ищешь знания и власть. Да, я здесь, чтобы узнать тайны. Всему, что он знает, он научился от меня. Я знаю, чего ты хочешь. Использовать силу драконорожденного, чтобы подчинить мир своей воле. Нет, ты не прав. В таком случае, вот знания, которые тебе нужны. Хотя ты и не представляешь, что именно тебе нужно. Второе слово силы. Используй его, чтобы подчинить волю смертных своим целям. Но этого мало. Мирак знает последнее слово силы. Без него не стоит и надеяться одолеть его. Мирак хорошо служил мне и получил награду. И я могу даровать и тебе ту же силу, что и ему. Но любое знание имеет свою цену. И какова же цена? Знания за знания. Скалы скрывают от меня свои тайны много лет. Пришло время добавить их знания в мою библиотеку. Я поговорю со скалами и добуду для тебя их секреты. Я знаю, что ты это сделаешь. И тогда я дам тебе знания, которые ты ищешь. Отправь ко мне шамана скалов. Он хранит тайны, которые должны стать моими. Ох, не знаю, согласится ли шаман-то. Али нет. Сила только над пламя. Мороз. Ваш крик морозное дыхание заковывает врагов в лед. Сила. Безжалостная сила наносит больше урон и может дезинтегрировать врагов. Что ж, возвращаемся. Что произошло? Как это было? Разные люди при чтении этих книг переживали разные вещи. Мне удалось узнать второе слово крика подчинения воле. Не удивительно, что две миры так интересовались этой книгой. Без сомнения, именно ее использовал мирак, чтобы увеличить силы, дарованные ему как дракона рожденному. Но думаю, есть и плохие новости. Я не верю, что Фермеус Мора мог передать кому-то знания, не назначив за них цену. Да, ты прав. Он хочет узнать тайны скалов, а взамен научит меня третьему слову. Эх, какие такие тайны они могут скрывать от старого Моры? Да, вот это будет сделка. Фермеус Мора узнает потрясающий новый способ освежевать Хоркера. А ты станешь вторым самым могущественным драконорожденным из всех когда-либо живших. Да. Тут есть над чем подумать. Мне нужно вернуться в Тельмитрин. У меня есть кое-какие идеи, как найти еще черные книги. А мне-то что делать? Все-таки идти и говорить со Сторном? Ну что ж, можно попробовать. Можно, можно попробовать. Хотя бы попытаться уговорить его. Но я очень сильно сомневаюсь, что он согласится. На самом деле, наверняка там ценные знания. И Хермеус Мора не зря выставил такую цену. По его мнению... Хочешь умереть сегодня? Это стоит того. А вот этого я никак не ожидал. Ну ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Крики. Я знаю, что тебе нужно. Так иди, возвращайся лучше. Я справлюсь с ним. Оружие. Убить драконов. Это потому что я рядом. Так бы ты погиб сейчас. Так что давай без пафоса. Ладно. С драконом мы справились. На самом деле, ничего сложного. Но вы поняли, да? Это Мирак послал. Нам нужно, наверное, быстрым перемещением в деревню Скалов. Какие враги? Кто-нибудь есть? Кто-то из развойников еще остался, что ли? Можжевельник. Я возьму. Ай, черт. Пепельный дождь, порожденный Красной Горой, выдавил привычную для Солстейма фауну на северную половину острова. О таинственных сприганах неизвестно. Известно немногое. Да, не осталось еще. Да, успокойся. Я уверена, Бальдор покинул нас по какой-то важной причине. Что-то случилось, Фонарик. Нюхом чую это воздух. Бальдор ни за что не ушел бы, никому не сказал. Не волнуйся, попустя камеру. Хочешь посидеть, не проживо сорока зим? Ты мне не веришь, Фонарик. Ты на сердце у меня камень. Бальдор, скорее всего, в опасности. А ты палец за палец не ударишь. Мы с сыном собираем разные вещи и продвинем... Попрошу все создатели послать кого-нибудь другого, кто захочет. Так, это потом. Человек пропал у них здесь. Так, стороны. Сразу к делу. Мы говорили с Хермеусом Моро, и он попросил у меня тайны скалов. Хермеус Моро. Старый Хермеус Моро собственной персоной. Значит, это он источник силы Мирака. Ну, конечно. Во многих наших легендах говорится о том, как Хермеус Моро пытался выманить наши тайны. И вот он снова пришел за тем, что мы так долго от него скрывали. Он сказал, что иначе не научит меня последнему слову криками рака. Значит, это на мою долю выпала участь выдать наши тайны древнему врагу. Не знаю, хватит ли у меня сил противостоять ему. Мирака сквернил камни. Единство Земли утрачено. Наша связь с Всесоздателем разорвана. Я очищу оставшиеся камни, если это поможет. Может помочь. Должно помочь. А я подумаю о твоей просьбе. Так ли уж это необходимо? Или это просто очередная уловка старого Хермы Моры? Равновесие утрачено. Мирак осквернил. Так, ладно. Тогда мы идем и очищаем камни. Камень Солнца. Первый на очереди. Пойдем от пепельной крепости. Ну что ж, видите, из одного задания вытекает другое. Здесь, конечно, нельзя игнорировать. И сейчас с камнями, мне кажется, мы быстро разберемся. Я надеюсь, по крайней мере. И нам, старейшина, Скала, все-таки даст согласие на то, что мы ему предлагаем. А именно выдать тайны. Но не знаю. Конечно, тяжело. Еще он нам толковал о том, что Хермеус их древний враг. И явно тут Алекс у нас замешан. Сейчас будет в чей-то чужой, абсолютно ему непонятной войне. Вообще, на другом конце света, можно сказать. Так. Куда я иду? Вообще, нам в другую сторону. Хорошо, что вовремя посмотрел на карту. И в небе слышны, кстати, крики драконов, по-моему. По крайней мере, звуки такие, что аж внутри все переворачивается. Не уверен, что это драконы, но что-то явно нехорошее и что-то зловещее над этим островом витает. А именно, Мирак, наверное. Камень-солнце. И тогда весь мир услышит. Помните, да, нужно криком на этот камень. Готовься. Здравствуйте. Луркер страх. Сейчас убьет людей. Но мы-то его... Быстренько. До свидания. Ожерель истинного рыцаря. Минус один. Камень зверя. Где-то у нас... От медового зала пойдем. Сейчас с этим быстро разберемся. Быстренько. Ишь, ты камней понаставил здесь. Убьем просто по всем фронтам. По Мираку, да? То есть... Прям заявляем ему о себе. Он нас уже видел. В принципе... Должен понимать, на кого он... Напал. Ведь узнал как-то о том, что Алекс тоже драконорожденный. И уже начал бояться. И отправил убийц. К дому. Что делаете, ребята? Ну, хрена. Здравствуйте. Не-не-не-не. Бесполезно, друг. Бесполезно. Отдыхай. Камень земли. Вы там были? Осталось только крикнуть. Здесь то же самое происходит. Ладно. Когда весь мир вспомнит... Готовься. Не станет больше мира. Я... Сохранился на всякий случай. Мам. Там Гловер Мэлори, кстати. Я чуть своих не убил. Больше никого? Куда они все? Ах ты ж мать. Со стороны моря еще. Здравствуй, луркер. Думал, я тебя не замечу? Паршивое предположение. С ним тоже справились. Остался последний. Камень воды. Ох ты ж, блин. Как к нему лучше-то подобраться? От Кургана Бладскал сможем продойти или нет? Вот в чем вопрос самый главный для меня. Давайте попробуем. На самом деле ничего сложного нет в этих миссиях. Мы уже так прокачаны, что... Нам вообще никакой сложности никого убивать, по-моему, в этой игре уже. Тем не менее, умирали. Умирали. Вот сейчас я могу совершить ошибку. И наверняка можно было подняться там. И... Путь более правильный был бы поверху. Но я пойду по водичке. Вдоль берега. По-моему, за горой там. Я прав? Так точно. Надо гору обойти. Значит, немножечко можно побегать. Так, это что тут происходит у нас? Был какой-то звук. Щити на спину. И конец. Я, если честно, немного сейчас... Не понял, что тут произошло. Но ладно. Я не буду разбираться. Кто такие? Почему щити на звук был с ними? Напал на меня. Я его убил. Они не отреагировали. Просто убежали. Я вижу. Надо вот эту еще... Скалистую... Гриду обойти. И там уже будет... Камень. Я прав? Или нам не получится? У нас не получится обойти здесь. Тихо. Я лучше... Просто проплыву мимо. Окей, ребят? Я же вас не трогаю. Вы меня не трогаете. Да блин, как... Как это понимать? Сейчас надо как-то подняться. Надо как-то туда подняться, блин. Вот, кстати, дорога. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Или нет? Или да? Давай, 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 давай. Я в тебя верю, Алекс. Сможет тут подняться. Ты сможешь здесь подняться. Точно. Он смог, но... Это еще не все. Нужно как-то аккуратно... Блин, я помру сейчас. Ох ты ж. Ладно, живы. Самое главное, что мы не погибли. А то еле сюда добрались. Это кто? Здесь, в его святилище. Ель. Бар. То, что имя забыло. То, что мы вспоминаем. Если... Ты бы отошла... Сейчас будет... Здесь к нам вернется. Здравствуйте. Учешь помешать мне, да? У тебя не получится. Как бы этих людей отсюда убрать, а? Ладно. Здравствуйте. Ложка же мститель. Знаешь, ты на кого похож? Знаешь, чужого? Чужого. Чужого знаешь? Дракон. Так и думал, что без него не обойдется. Отходите все. Отходите, люди, блин. Это было очень красиво. Пожалуй, нам быть не можем. Ты? Тебе удалось забрать его в душу? Теперь-то он, конечно, мёртвый, но откуда же он взялся? Давайте, ребят, без лишних вопросов. Почему не отвезти от Ралиса всё ещё? Странно. Ну что ж, мы очистили все камни. Отправляемся к сторону. Я думаю, он сейчас даст согласие. Но что же предпримет Мирак в таком случае? Он ведь тоже не дурак. Хотя, в рифму вроде как его имя с этим словом. Я чувствую, что может тут нас поджидать какой-то сюрприз. Это мы сейчас их с вами и посмотрим. Нет. Сторон стоит, где стоял. Ну что ж, тогда я прощаюсь с вами, друзья. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, если есть что написать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Дальше круче, дальше только веселее и, конечно же, интереснее. Я думаю, что мы скоро закончим уже Skyrim. Поэтому, если кто не смотрел первые серии, обязательно, обязательно посмотрите. Это было прикольно. Увидимся, ребята. Пока всем.